Сразу после посещения корпорации Росхимзащита, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил ведущее предприятие по производству органической и неорганической химии «Паукпигмент». История завода ведет отчет с 1949 года. Все началось с пигментной краски для московской карандашной фабрики. Сейчас в ассортименте предприятия более 350 видов продукции. Ею пользуются полиграфическая, лакокрасочная, химическая, мебельная и строительная отрасли. По ряду продуктов пигмент единственный производитель в России. Например, это оптические отбеливатели и сульфаминовая кислота. В первую очередь ее было предназначение для очистки от отложений карбонатных. Но сейчас мы создаем новый рынок для нее. Это для нефтянки, для нефтеотдачи пластов. Делегации продемонстрировали, как запускается рецептура для новой торговой марки. Процесс полностью автоматизирован. Потери и передозировки сырья минимальны. Разница может быть колебаться не более 1,5 килограмма. То есть 1,000. За счет этого достигается хорошая стабильность, хорошее качество. За счет этого мы начали двигать. Импортозамещение как раз и пошло. Пигмент активно участвует в реализации программы импортозамещения. Четыре проекта включены в правительственный план мероприятий. Министру промышленности и торговли Денису Мантурову показали производственный участок акриловых эмульсий. Это одно из стратегических направлений развития предприятия. Эмульсии выпускают под маркой «Акротам». Мощность производства акриловых эмульсий за последние два года увеличилась фактически в пять раз и достигла 30 тысяч тонн. Благодаря строительству двух установок. Мы не останавливаемся на достигнутой мощности. И в ближайших планах строительство новой схемы для поликробоксилаторов, для пластификаторов бетона мощностью 5000 тонн в год. Интересный факт. Тамбовские пигменты используют при печати российских денег. Это отметил губернатор Александр Никитин. На купюровки денежных твоя? Да. На гузнак. Гузнак – это не краска, это пигменты. Пигменты идут на гузнаке. Там, соответственно, тысячные купюры – это вталосаниновый голубой, красные 5С – это уже пятитысячные. Предприятие взяло курс на экологическую безопасность выпускаемых продуктов. Из рецептур выводятся низкобиоразлагаемые эмульгаторы и биоциды, содержащие формальдегид. Тамбовский пигмент известен как на внутреннем, так и на внешних рынках. Порядка 30% продукции идёт на экспорт. Министр пообещал помочь предприятию с освоением новых рынков сбыта. Наталья Киселёва, Владимир Моисеев, Инга Андреева. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok